Воспоминания с сибирского садовода Железова О будущем Воспоминания с сибирского садовода Железова Много чего было Почему-то он оказался крайним Они тупые Совершенно руководители Которые по принципу чем тупее Тем легче почему-то пролазили во власть Ладно, этому политику не будем Вспоминаем и так Все такое было Середина прошлого века Вот Это расширенное заседание Всесоюзной академии Сельхознаук Вот Организованное Лысенко сторонниками И там стенка на стенку Противостояние дикое А сейчас тишина полная Неужели все это было зря Неужели кого-то В Сибирь Кого-то с работы сняли Кто-то от инфаркта умер Кто-то занял пост И до сих пор Ни хрена не двигается Напомню о чем шла речь еще Вот В 2005 году Мичурин Руководство из 20-ти Его 8-летним опытом Вот Решительно заявил Аклиматизация растений Возложили путем посева Вот А потом забы Это было вбито головой Потому что Это было нужно для политики А потом все было забыто И сейчас Зато родилось это Лису родилась елочка Саженцы С фотографией Железова Концуется на сайте Тимиреевской академии Вот Сами ничего производить не могут Вот Дожили мы до этого Это Я напоминаю о чем шла речь Вот Сибирский ведущий институт Тоже фотография Железова На самом видном месте Представляете Что натворили Вот Агротехника Понимаете В лесу живут муравьи Это нормально Когда-то Извините что я подолго говорю Но это Отклоняюсь на поделу Вот Лесные муравьи Это часть Экосистемы Вот Без которых Если когда-то Уничтожат генетическим оружием Мы все умрем от голода Все живое До последнего листика На планете будет съедено Защищать Защищать некому А в садах Вот Это страшный дебилизм Когда призывают Уничтожать муравьев И придумали как Не просто А придумали Придумали Страшную вещь Это просто пример Насколько стала Дебильно Современная наука Она И ее последователи Это практики уже Экологи И прочая сволочь Потому что Они защищают Не защищают Этих самых Животный мир Растительный мир Мир насекомых Не защищают Вы бездельники Ребята Вот Из-за вас Вот это Чтобы продать Вот эту вот Пакость Которая А вы Извините что повторяюсь Это вынужден Это крик души А ничего Что это самое Вот только муравей Вляпается Вот в этот муравьед Он на лапках Принесет яд Муравейник Муравейник погибнет Сволочи Я уже не знаю Какими словами Вас обзывать А это ни в чем Неповинная девушка Служит только Для того Чтобы заработать Там какие-то гроши Вот Обаятельные И прочее Прочее Только ради того Чтобы купили Сейчас это стало нормой Это надо искалечить Дерево для того Чтобы вы купили Этот самый Садовый вар Чтобы вы купили Я потом еще такого Понарассказываю С ума сойдете Если вы По-настоящему Людите природу Да Рискуете с ума сойти А они нет Подлый расчет На неграмотность На невежество Вот Вот это вот Мальчика покрасили Краской Он умер Потому что Нарушена терморегуляция Да нахрена Тогда мы эти Красим деревья Не то же самое В холодной России Красить Белой краской Смотрите Не белить Уже красить Белой краской Деревья Для того Чтобы они не могли На это Живительное солнце Не летом Тем более Зимою Вот Как вас все научить Вот А Грель Для меня Оказался Вначале На какой-то момент Думаю Ну вот надо же Ну я уважаю Это Мичурина Ну так получилось Что он страшную ошибку Совершил Вначале Пошел по пути Греля А потом Обвинил себя И Греля В том Что все напрасно Деньги Годы жизни Здоровье потратить Напрасно Вот А я сейчас считаю Что Грель Великий Человек Просто У него оказались Последователи Не совсем Удачливые Есть Море причин Почему Не увеличилась Морзостойкость У Мичурина Ужельза увеличилась Вот Я каждый раз Вынужден говорить Ребята Давайте жить дружно Ребята Посмотрите Вот сюда Посмотрите На этот самый Вот Видя даже Сибирь Пусть Южный Это Сибирь 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 Получилось Ну где же Неочередная семья Восхнил Когда Скажут Ребята Да вы поймите В Сибири Сибиряки Совершили чудо Мы что молчим Давай быстро Внедрять По всей России Сторонники Железа По всей России Разводят Абрикосы Сливы Персики Черешню Но только Потому что Их так мало 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 Надо всем миром В середину Сессию Срочно А А ни одного Не осталось Кто так скажет Ни одного Не осталось Ни одного Ладно Поехали Обратно К себе Подражать Эту грустную Тему Я и был Вот я был И так А потом Оказалось Что это ложь Не ложь Нет Потом оказалось Что Это я повторяюсь Правда Было две серии У этого второй Кажется А потом Третья была Уже Перекинулся На молодежь На будущее Надежно Которая Умнейшая Молодежь Талантливая Толковая Трудолюбивая Мои ученики Но тут Опять никому Не надо Гения Назначают Элиты Уже выбрали Кто будет Командовать В том числе Министерством И наукой Все уже Выбрали Заранее Только Почему-то Раз за разом Оказываются Они какими-то Неправильными Это потом А годы идут Они не в тех Деньги вложены И вот она Легативная Габриаризация Мичурина Хорошо Что я нашел Эту дату Книга Найдена На помойке Одним из моих Учеников Прислана По почте Ни начала Ни конца На полном Съедена Я вам показывал Мышами Но вот 1022 год Они вот этот Пятый Поняли? В 2005 Решительно Завел Акклиматизация Растений Возможен Путем посева Это длинный Бесполезный Путь Я сейчас говорю Бросайте Вы эту работу Ученые Вот Я вас научу Извините Нагло говорю Я вас научу За мной опыт Который вам не снился Да еще Крайних Суровых условий Которые тоже Имеют свои плюсы Да я бы В жизни На Кубани Этого не добился Но Россия Это не Кубань 90% России Холоднее Кубани И Принадлежит мне И моим ученикам В общем 22-й год И вдруг Опять Прививки Прививки Об этом не знали Я вынужден повторить Пусть это ретро Вот И вот он Приговор Лысенко И Мичурину Но мы это Проходили Это была Длинная Прямбола Она была Очень нужна Очень Очень нужна Самая страшная Потом В учебнике Лабаша Лабашева Термин Гибризация Рассматривается Это Сейчас самое главное Скажу Вот Современные Университетские Учебники Университетские По генетике Либо содержат Жесткую критику Теории Виктивной гибризации Ни хрена Вы не знаете Они По инерции Кабинетный ученый Приложает критику Я бы только сейчас Показывал Виктивные гибриды Причем Само название Ну ладно Это уже Про термины Не будем Понятие Виктивной гибризации Используется Только при описании Работы Лысенко И вспоминаем Еще Вот Виктивная гибризация Признана Лженаукой Это в другом месте Это в Википедии Вот дожили Пропускаю 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 Что она существует При каких условиях Вот Ну что вы хотите 14 августа 21 год Ну А это что такое Ведь я это Своими руками создал А вы говорите Не существует Как так Прекращайте заниматься Посевом Скрещиванием И займитесь Настоящей работой Вот Всех Все эти самые Весь состав В экспедиции По России Если я говорю От Калининграда До Сахалина Мои персики 50 граммовые Хасанские Увеличивал Этот самый Шаламай В Этому Ну пусть Теплица До 220 грамм С 50 До 220 грамм Вот Еще несколько Примеров Покажу Просто я Забыл сюда Его фотографии Внести Вот это В моем саду Еще один Вариант А Вы когда-нибудь Такое видели А вы хоть знаете Что это такое Я не знаю Почему Я их так переделал А ведь это Насыщение метра Это просто Элементарно Просто не хотите Думать в эту сторону Вот И они увеличатся В два раза Потом мы еще Будем про Термины говорить Да Экзативный Гибрид Экзативный Что Генетика Все отрицает Она Сами не знает Генетики Что есть Запас Прочности В одном Случае У Геномах А в другом Случае Есть у них Запасные Варианты Есть у них Там Это В кладовке У этого Кажда Кажда Молекул ДНК В кладовой В отдельной Лежат Вероятность Выжить При теплых Условиях Не теплых А При Комфортных Условиях Вот как здесь Я их создал Специально Не стал Климат теплее Просто Вы не хотите Знать Что еще Влияет На крупность И наоборот Валерий Казадинович Это Людмила Из Калининграда Ваша Поклонница Ученица Я все Обещал Прогрели Почему Потому что Он 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 Должен Был Царствовать Сейчас А не я Возрождать С нуля Какой-то Металлур С каким Презирением Ко мне Относится Эти Часть из вас Вот Видели Это не гибрид Вегетативный А вот Это Как получилось Сказать Вынужден Еще раз Повторить И так У меня Когда ты Рассказывал Но ведь Я надеюсь На новых Свежих Надеюсь Что кто-то Куда-то Перешлет В конце Концов Академия А вдруг Там Случайно Наш Человек Окажется Тут Рассказывали О двух Заместителях Министра Науки Образования Этих Самых Бывших Одна Была Кассиршей В магазине Другая Была Секретарем Просто Секретарь Чай Подавала А потом Сразу Раз И Замминистры Вот Такая У нас Наука А У меня Получилось Как Дикая Вишня Невероятно Мелкая И Безвкусная Несъедобная Внедряю В нее Не буду Говорить Ну Хочу Говорить Проще Привил Черенки Черешни Они погибли Через год Два Вишня Укрупнилась Два Раза Назвал Вишню Так и Назвал Сибирская Штамба С генами Черешни Высылаю Веточку Получается Одно Дерево Такое А Другое Черешня Получилось Это Не может Быть Никогда Но Это Не я Понимаете Это Живой То есть Как Не я Это Уже Не моих Рук Дела Это Живой Человек Понимаете Живой Человек Получил Вегетативный Гибрид И Задокументировано Задокументировано Вот Это Вот Это Вот Только Потому Что Ведь Не Поверь Зараза Скажут На Рынке Купил Все Задокументировано В учебнике Дело В том Что Мы Все Так Подойдем Поближе Уже Не Градю Мы Подойдем Поближе Уже К Ламарку Скучно Вам не Покажется Вот А мне Так Везет Представляете Ну Кто Был Это Искать Как Пересекается Сечина Пусть Где-то Я уже Где-то Говорил Но Еще Раз Сечина Утверждал Что Началом Всякого Технологического Процесса Является Раздражение Нервов Мышечного Движения Или Секретарной Реакции В основе Психической Деятельности Лежат Рефлексы Головного Мозга Эти мысли Были Изложены Сечином Книги Рефлексы Головного Мозга Это Получается 150 лет Назад Содержание Книги Ясно Приводило К выводам Об отсутствии Человека Бессмертной Души Прогрессивно Мышечная Часть Общества Встретила Книгу Восторженно Вы представляете Я уже Возмущался Я уже Рассказывал Почему я говорю Потому что Все таки Мы к Ламарку Подойдем Куда Деваться Вот он Идол Современно Коммунистической России Советского Союза Нету Души Храм Христа Спасителя Побольше Взрывчатки Некуда Взрывчатку Было Девать Храм Помешал Как Можно Это было Это Сечина Прогрессивно Мышечная Часть Общества Встретила Книгу Сечина Восторженно Все Передовые Люди Считали Своим Долгом Ее Прочесть Зато Правительство Рекционные Круги Не могли Примириться С созданием Опасной Книги Подрывающей Авторитет Религии Боже Мой Вот Уже Судили Месяц Это Самое Книгу Надо Было Сжечь Боже Мой Боже Мой Что Натворили И Вот Он Получается Ламарксизм Дело В том Что Там Цеплялось Потому Что Грель Упомянул Ламарксизм Ламарка И К этому Я Как бы Сказать Медленно Подошел Вот Он Смотрите Жан Батис Ламарк Передпрователь Или Изобретатель Противоположно Дарвинизму Вот Интересно Да Да Ламарксизм Революционная Концепция Основочная Теория В начале Века Жаном Батисом Лаварком Философия Зоологии И Вот Я С вами Сейчас Не Смогу Все Но Самое Главное Что Я Выделил Поверьте Это Не Для Всех Это Для Особых Людей То Что Я Говорю Я Все Это Подготовил На Очередной Вебинар Не Еженедельный По Понедельник Я Рассказывал Даже Как Завтра Четвертого Числа У меня Будет Вебинар Но Это Я Выделил Отдельно Так Надо Вот Это Не Для Всех Там В основном Как Правильно Посадить Как Правило Правильно Не Загубить А Здесь Все Намного Сложнее Итак В Его Время Это Была Концепция Пяти Элементов Из Которых Важнейшую Роль Играет Эфир В виде Тонких Флюидов Тонких Флюидов Для Меня Это Биополя Сейчас Посмотрите Так Называется Вот Этого Легче Не Стало Циркулируясь В органических Телах Ну Надо Можешь Сказать В живых Телах В принципе Органика Бывает Мертвая Живая Все Правильно В органических Телах Итак Постоянное Самопроизвольное Зарождение Жизни В том числе Сложных Форм Вот Посмотрите Я это Называю Биополем Но Легче Не стало Псевдонаучная Концепция Соглас Псевдонаучная Вот И объясняет Что такое Выдуманное Из пальца Моими Предшественниками В том числе И мной Совокупность Тонких Полей Генерируемых Живыми Организмами Либо их органами Часто Используется Для объяснения Парапсихологических Явлений Поняли Да Вот Это Уже Все Как бы Не существует То есть Это Все Как бы Чепуха Псевдонаучная Возвращаемся Чуть Назад Итак Тонкие Флюиды Я Нажимаю На Самопроизвольное Зарождение Все Таки Ламарка Так Понятно Что Отменили А Вот эти Вот люди Которые Как мы их называем Сейчас поймете Ну Очень интересная статья Очень Интересная Но Причем Не каждый Я станет читать И мы Не будем Вот Филес Только Выборочно Филес Милецкий Жизнь Есть свойства Присущие Батерии Ой Ладно Средние Средние Века Эпоха Возрождения Опыты 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 Люди Пытались Понять Что же Такая Жизнь И Наконец То Что я Называю Зарождение Жизни Случайно Слипание Молекул В грязных Лужах Это я Перевожу Здесь она Звучит Так Теория Копарина Холдейна А я Перевожу Это Вы же Поняли Да Вот Как Чуть Чуть Звучит Поприличнее Но Именно Вот это Мой перевод Звучит Так Случайно Слипает Вам Чтобы Понят Немного Молекул Он Под воздействием Понят Электричества И так Далее Вот И На На этом Все Наш Ламарк Был Фактически Уничтожен Так Возвращаемся Сюда Возвращаемся Сюда И я Открываю Своё Открытие Которое Абсолютно Противоречит Вот этому Вот Не противоречит Ламарку Не противоречит Тотких Флюидов Вот Важнейшую роль Играет Эфир Но Расшифровать Досталась Эта честь Досталась Мне уже В 21 Веке Смотрите Сюда Это мой Архив Записки Зачарованного Садовода Вот Это книга Замечательная Книга Я считаю Когда-то За эту книгу Нет Я себя Дожил До того Когда придут Наши Нормальные Учёные Я бы за неё Получил Бонобильскую Премию Но К сожалению Не получу Не успеваю Смотрите Вот Ой Я открыл Не ту часть Нет Укрика Хороша Согласитесь Вот Только Я не ту часть Открыл Сейчас Вернёмся Вот Прошу Прощения Сейчас Документы Не ту Нет угловодка Вот Ошибся На одну Что значит Старею Ледниковый Период Науки Это Когда-то Вы прочтёте Это Сами Вот На чём Мы живём На земле Мы проходим Испытания Становясь В конечном счёте Или человеком Или человекоподобные Обезьяны Пусть даже В костюме Вместо шерсти И в новом Для нас Загробном мире Наши пути Разойдутся Вот Вот это всё Книги И наконец Семнадцатая глава Внимание Открытие Вот Я его открыл С помощью Начали Ледяных узоров Вот Когда-то Со мной По полемику Вступил Один Учёный Из Казанского Университета И до поры До времени Мы дружили Он всё считал Что я такой Молодец Что столько Тайм раскрыл Вот В основном Это практически Косудоводство Но когда Дошло до этого Он сказал Нет Это не прообразы Живых организмов Это не структурированные Силовые Каркасы Как я считаю Случайное Совпадение Вот Это я Мне фантазии Хватило понять Что это папоротники Вот Мне хватило Фантазии понять Что ещё Зима Ещё Спят Почки А придёт Лето И они Начнут Расти И встраиваться Встраиваться Это просто Благодаря Конденсату Стал Видимо Вот это Невидимое Стало Видимо Надо восхищаться Этим Пользоваться Этим Понимаете Друзья Но не замечать Это просто Глупость Невежество Понимаете Это просто Конденсат Сделал Видимым Невидимый Мир Просто Конденсат Сделал Это так И замечательно Вот Вот он Невидимый Мир Который Стал Видимым А Ничего Не напоминает Как Можно Не восхищаться Этим Опять Папоротник Гриб Ну Я знаете Как сделал Вот это Вот Да Вот это Это Людовый Рисунок На стекле А это Живой Я когда-то Призвал Ученых Если Всем миром Найти И Можно Будет Найти Полную Аналогию Это Будет Доказательство Вот он Рисунок Фактически Рисунок То есть Это На стекле Это Конденсат Сделал Вот таким Вот Еще и Раскрашено Раскрашено Получилось Понимуле И Вдруг Такой же Точно Бы Но Живой Уже И Это Было Доказательство Моей Правоты А пока Как Сказал Курдюмов Николай Иванович Валерий Константинович Это не Теория Это Гипотеза Называйте Гипотезой У вас Существует Существует Двух Ипостасях Вездесущие Матрицы По Другому Силовик Каркас Или Биополя Их Порождение Материальное Детище Живой Организм На фотографии Чтобы Ожило И Может Надо Еще Делиться Пополам И Кажется Была Живой Оставалась Была Одно Клетка Стала Живой А потом Еще Другие Доказательства Такие Просто Школьные Учебники Никто Не заметил А пока Я заканчиваю С открытием Мирового Уровня Как Это Случилось Что В воде Находится Гигантское Количество Силовых Структур Гигантское Там Все Прообразы И Это И жизнь Так и Зарождалась Да Был Бульон Но Каркасы Строительный Материал Карка Нет Не так Каркасы Силовые И плюс Строительный Материал Этот Грязный Булет Вот тут То Произошло Нет Не из Грязных Луж Просто Появилось Обстраивали Знаете Молекулы За Молекулы А варианта Было Миллиарды Триллионов Триллионов И Вот Раз И Каркас Заполился Именно Так И Появилась Малюхонькая Там Та же Инфузория И Это все Продолжалось Развивалось Вплоть до Этого Ну Как мог Объяснил Как мог Объяснил Когда-то Я Пытался Расшифровать Берите Готовое Открытие Тогда Мы Божественное Происхождение Да Мы Не сможем Это не мы Это В воде Появились Силовые Каркасы Да Какие Это Загадка Которая Не будет Разгадана Через Триллион Лет Никогда Но Уже Сам Факт Что Оно Открытие Есть Что Тайна Раскрыта Оно Дает Нам Возможность Приблизиться К Богу А не Это Самое Не К этой Скалопендри С грязной Лужи Тайна Самой Жизни Ой Нет Потом Сами Прочтете Вот Это Вот Выморажил Воду Из Колодца Царство Небесное Юрия Латинкова Это Его Фотограф Мне Присыл Помогло Мне До Конца И Вы Знаете Когда Я Вот Так Смотрю Да Это Опять Это Негатив А Вот Это Правда Шли Это Я С Интернета Вот Эти Вот Это Води Встраивали Встраивались Тут Все Можно Найти Да Но Он Мне Присыл Три Снимка Но И Тих Может Быть Три Тысячи Три Миллиона И Тогда Полностью Будет Три